Да здравствует 2019 год, год театра в России. В Иванове, как и в других городах, состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. В фойе Музтеатра играл оркестр, была организована интерактивная программа. А год театра – это превосходное событие, которое подарило нам руководство России, потому что это возможность всесторонне узнать о театре больше, потому что в год театра он раскроет свои границы, я думаю, это неизбежно. И в этот год мы будем больше ходить в театр. Внимание к себе театры ждали давно. И будущий год связан с большими надеждами на то, что власти обратят внимание на многолетние проблемы в этой сфере искусства и начнут их решать. Может быть, это губернаторские надбавки, потому что в Иванове очень маленькие зарплаты. Может быть, это квартиры служебные, потому что мы должны привлекать сюда новую молодежь, которая закончила институты театральные. Может быть, это еще что-то, автобусы. Театры же нуждаются во многом. Я понимаю, что мы вечный праздник для зрителя. Но пусть год театра будет еще и праздником для тех, кто работает в этой профессии. Год театра – событие знаковое. И уже сейчас театры готовят программу мероприятий на будущее. Большие премьеры, нестандартные акции, многочисленные мастер-классы. И все ради одной цели – чтобы привлечь в театр новых зрителей. Впервые за несколько лет возвращаем, пока небольшое, но все-таки финансирование новых театральных установок. Кое-какие средства выделяем театр на поведение их порядок, на ремонты. В этом году, вы знаете, один театр с цветового уровня поменяли. Но главное – нет. Главное – это внимание к людям, внимание к этому прекрасному искусству, внимание к тому, что делают наши прекрасные артисты. В 2019 году в юбилейный, 85-й сезон, вступает Ивановский музыкальный театр. Запланированы гастроли и проекты, связанные с повышением квалификации артистов. Достигнута предварительная договоренность с ГИТИСом, с Театральным институтом, Российской академией театрального искусства, по приглашению педагогов по сценической речи, по актерскому мастерству для повышения квалификации наших артистов. Также хочу сказать, что заключено предварительное соглашение с Центром оперного пения Галины Вишневской, тоже для приглашения солистов и реализации совместного проекта. В свою очередь, руководство и артисты музтеатра надеются, что будут решены проблемы с музыкальными инструментами и качеством звука. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.